Три жителя Фокина стали победителями в краевом конкурсе видеороликов «Твой ЗОЖ». Мероприятие было направлено на популяризацию здорового образа жизни, профилактику употребления наркотиков и содержащей никотин-продукции, в том числе снюсов, а также информирование населения о спортивных акциях и мероприятиях. Конкурс «Твой ЗОЖ» проводился под эгидой регионального партийного проекта «Приморье. Территория добра» иницинированным Олегом Кожемяка. Перед его участниками стояла задача показать в формате небольшого видеоролика свою приверженность ценностям здорового образа жизни. Демонстрируя ее, спортсмены, профессионалы и любители снимали свои тренировки на смартфоны, а также рассказывали в лаконичной, но емкой форме о своей активной жизненной позиции. Сегодняшний наш визит связан с очень хорошей такой церемонией. Сегодня мы вручаем сертификаты и благодарственные письма от нашего секретаря партии «Единая Россия» Олега Николаевича Кожемяка по случаю того, что три победителя из ста участников видеоконкурса, видеороликов «Твой ЗОЖ», «Твой здоровый образ жизни» именно на территории городского округа Фокина. Но я хочу сказать, что это хороший результат, это было явное желание и стремление показать всем, что спорт на территории Фокина живет и процветает, и, как говорится, увеличивается количество его участников и спортсменов. Это очень важно. Конкурсанты застязались в шести номинациях. «Твой ЗОЖ» среди школьников, «Твой ЗОЖ» среди молодежи и студентов, среди людей с ограниченными возможностями здоровья, среди членов семей в возрасте от 35 до 50 лет, «Твой ЗОЖ» для участников в возрасте 50+, а также «Твой ЗОЖ» среди многодетных и замещающих семей. Члены жюри оценивали соответствие видеоролика, тематики конкурса, творческую новизну, оригинальность, наличие звукового сопровождения, видеоэффекты и общее эмоциональное восприятие. Кроме того, участники должны были разместить ролик в социальной сети Инстаграм с хэштегами «Снюсу нет в Приморье», «Приморцы против Снюса», «ЗОЖу да», «Снюсу нет». По единогласному решению всех членов жюри победителем в номинации «Самый юный участник» стал Данил Ковалёв, ученик 2-го А-класса гимназии номер 259. Желаю, чтобы вы не боялись заниматься спортом и занимались спортом всегда. Данилу помогал его папа. Это тот случай, когда родители своим примером прививают детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. Я просто физкультурой для взрослых занимаюсь, для себя, для здоровья, а сын занимается самбо. Ходит в местное отделение самбо. Почему в конкурсе? В конкурсе сказали, а, попросили в конкурсе поучаствовать, мы поучаствовали, но то, что представлено в нашем ролике, это наша жизнь, как бы мы всегда этим занимаемся, стараемся для души, для тела, для себя, и всегда и всем рекомендуем, пропагандируем спорт. Он помогает в нашей жизни. Кристина Валуева, педагог по физической культуре гимназии номер 259, была награждена за вклад в реализацию регионального партийного проекта «Приморье. Территория добра». Благодарность вот такая от нашего секретаря «Приморье регионального отделения партии Дина Си» Олега Николаевича Кожемяка. Вот его личная подпись. Спасибо вам. Давайте пожимаю руку. По распоряжению губернатора каждый школьник имеет возможность бесплатно 24 часа в год посещать бассейн. Ученица гимназии номер 259, отличница, обладательница многих танцевальных наград, Мария Тахайрулина не приминула воспользоваться таким шансом. Девочка победила в номинации «Здоровое поколение» в рамках приза зрительских симпатий. К слову сказать, на нее тренерский состав делает большую ставку. Мы каждую неделю ходили с классным руководителем в бассейн, и я предложила, почему бы не снять ролик короткий. Это было круто, здоровый образ жизни. Отметим, что ролики записывались в домашних условиях, либо использовались материалы, отснятые раньше, до введения режима самоизоляции. Превалировали различные виды спорта, в том числе водные, характерные для Приморского края. Оксана Беляева, со слов жюри «Девушка весна» заняла призовое место в номинации «Твой ЗОЖ» среди членов семей в возрасте от 35 до 50 лет. «Наша семья в спорте давно. Мы занимаемся все спортивным ориентированием. Сын Глеб Зябликов у нас мастер спорта по спортивному ориентированию. Дочь – первый разряд по бальным танцам спортивным. И вот мы уже два года как занимаемся спортивным ориентированием. Я в этом виде спорта 8 лет. Пришла вместе с ребенком, со старшим. Ну, вот как-то осталось. Ну, естественно, смежный спорт – это беговая дисциплина, это легкая атлетика. Мы все ходим в горы. Так как мы находимся на море, у нас, естественно, есть сабборды. Мы очень активно осваиваем это направление сейчас». С детства волейболистка. Спорт в семье Оксаны – стиль жизни. Все вместе они освоили большое количество разных видов спорта и не собираются останавливаться на достигнутом. Более того, Оксана с мужем и детьми привлекли к тренировкам много единомышленников. «В городе Фокино на самом деле очень много спортивных людей, открытых для, скажем, начинаний. Вот мы когда начали ездить на спортивное ориентирование, у нас многие родители тоже стали потихоньку бегать, просто даже на стадионе. Ну и, соответственно, принимать участие в соревнованиях. Когда пришло предложение поучаствовать в конкурсе, естественно, я даже не раздумывала, потому что материала много. Проблема была в 45 секунд уложиться, потому что это практически вся наша жизнь. Это не ролик, снятый ради конкретного мероприятия. Это просто действительно наш образ жизни. И действительно потратила массу времени на то, чтобы скомпоновать вот это все». Победительница считает, что такие конкурсы – это дополнительная мотивация для всех, чтобы показывать своим примером, что это все нужно, возможно, и на спорт всегда получится найти время. И если заниматься регулярно, тогда здоровый образ жизни станет неотъемлемой частью будней, принесет массу удовольствия и, самое главное, здоровье. «Сегодня мода на ЗОЖ. Сегодня мода, сегодня это вот уже где-то, наверное, года три такая пошла вот волна подъема именно ориентир на здоровый образ жизни. И правильно, что фокинцы на это ориентированы и показывают свой живой пример, как родители своим детям, младшему поколению. Это приветствуется. Молодцы!» Авторы всех победивших видеороликов получили ценные подарки – сертификаты для приобретения спортивного инвентаря в специализированных магазинах Приморского края через свои партийные отделения на территориях. «Всем желаю здоровья, здорового образа жизни, не опускать, как говорится, свой энтузиазм, не иссякать энергетикой. А несмотря на все трудности, в которых мы временно находимся, мы все равно остаемся энергичными, мы остаемся жизнерадостными, мы готовы творить добро все вместе и помогать тем, кто сегодня не имеет такой возможности. Поэтому всем спасибо за участие. Вы молодцы, фокинцы!»